Всем привет, друзья! Меня зовут Дима, и сегодня мы продолжим играть игрушку, потом займем тюремный архитектор. И в прошлый раз мы останемся на том, как мы построили целых два новых корпуса в моей тюрьме. Ну и как вы помните, в прошлый раз у меня еще в тюрьме произошел бунт. У меня бунтовал просто дофига человек, очень много зэков сдохло. Они избили очень много моих офицеров, у них почти получилось заходить в мою тюрьму. И мне это чертовски не нравится. Давайте, наверное, все-таки сделаем так, чтобы больше бунтов в моей тюрьме не было. То есть надо как-то улучшить положение зэков в моей тюрьме. Так что давайте прямо сейчас возьмем парочку грандов. Например, прямо сейчас мы можем выполнить один гранд, это права персонала. Просто так 10 тысяч баксов. Дальше давайте возьмем гранд применения системы строгого режима. Мы его сразу же почти выполняем, только для его выполнения мне надо исследовать кое-что в меню бюрократия. То есть мне надо будет исследовать шокеры и бронежилеты. Все, как мы только это исследуем, вроде бы мы должны выполнить этот гранд. И еще есть одно но. Мы еще должны установить видеокамеры в моей тюрьме. Так что давайте перейдем в ЖКХ, возьмем парочку видеокамер и как-нибудь давайте их установим. Поставим одну видеокамеру сюда, одну сюда. И одну видеокамеру мы разместим у нас в классах. Отлично. Теперь ждем, пока эти камеры установятся. И давайте все-таки построим парочку новых корпусов. Потому что, ребят, я хочу внести в свою тюрьму зоны, чтобы в какой-то зоне у меня находились только опасные заключенные. В какой-то зоне находились только безопасные заключенные. Ну, я надеюсь, вы меня поняли. Сейчас мы построим еще очень много корпусов. Наверное, построим еще один... еще одну столовую, то есть еще один дворик. И надо, ребят, построить еще один карцер. Слава богу, денег у меня хватает. Так что давайте сейчас очень много таких зданий построим. Так, я уже 4 здания выстроил. И давайте где-нибудь внизу разместим просто огромный карцер, чтобы он у меня был прям до конца игры. Я думаю, сильно близко к краям не надо подходить. Так что мы просто сделаем вот такое здание за 10 тысяч баксов. Нет, что-то дороговато. Пока... Пока что давайте вот такое маленькое здание построим. Если что, мы его потом еще расширим. И давайте где-нибудь вот здесь вот снизу у нас будет располагаться новый двор. Так, сейчас мы его также выделим. Так, 12 в ширину. И, по-моему, 22 в длину. Вот так вот. Вот здесь у меня будет стоять новый дворик. Давай сначала, наверное, обустроим все камеры. Опять переходим в клонирование. И просто сейчас быстренько все эти камеры выделяем. И вставляем. Все это делается очень быстро. Слава богу, господи, здесь есть клонирование. И просто каждый раз буду говорить, что это очень круто. Так, один блок мы уже застроили. Начинается строительство второго блока. И, как вы видите, мы уже выполнили этот грант. И давайте, наверное, возьмем еще грант. Давайте возьмем программу реформы образования. Ой, господи. Вроде бы я его могу выполнить. Но для его выполнения мне надо, чтобы 5 заключенных успешно прошли свой курс. Блин, ладно, давайте возьмем этот грант. Попытаемся все-таки, чтобы мои заключенные пошли в школу. Но мне кажется, для начала надо им в режиме установить время для обучения. Но, к сожалению, вот здесь вот в списке у меня нету школы. Ладно, давайте потом мы с этим режимом разберемся. А пока мы, наверное, из этого помещения сейчас будем выстраивать кухню. Перейдем в материалы просто. Вот здесь вот ставим стенку. То есть здесь у меня будет даже поменьше немножко, что-то я совсем офигел. Вот здесь вот у меня будет кухня. А вот здесь вот у меня будет столовая. Прямо сейчас мы, наверное, перейдем в комнаты и выделим все. То есть это у меня будет столовая. Вот так вот. Это у меня будет кухня. Так, надеюсь, ничего не напутал. Сразу же, наверное, давайте поставим служебную дверь. Вот здесь вот так. И дальше мы должны для столового поставить раздаточный стол. Это раз. А для кухни мы уже должны поставить плиты, мойки и холодильники. Вот так вот. И давайте найдем еще парочку, еще парочку поваров. Так, четыре повара, я думаю, мне будет пока что достаточно. Все, они уже, в принципе, за работой. Так, что у меня там с электричеством, ребят? Генератор работает уже на пределе, мне кажется. Так что давайте сейчас поставим еще парочку трансформаторов к нему. И уже проведем электричество к новому блоку. Надеюсь, генератор у меня не нагребнется и все будет хорошо. Так, что здесь мигает? Нету воды у вас, да? Ладно, перейдем в ЖКХ, проведем вам воду. Так вот. Мне кажется, мне скоро придется строить уже новый генератор и новую водонапорную станцию. Ладно, пока я думаю, мы обойдемся. И проводим трубы. Отлично. Так, деньги вроде бы есть. Столовая у меня уже строится. Электричество прокладывается. Я на это надеюсь. Ну, а пока... Так. Что это за лажа? Хм. Я, походу, немножко не так выделил. Давайте снесем здесь все. И, блин, парню этому повезло. И здесь у меня будет просто большая камера. Здесь что-то у меня стена не построилась. Какого-то черта. И почему-то у меня здесь дверь есть. Странненько. Сейчас мы эту дверь нафиг снесем. Она мне здесь нафиг не нужна. Вот так вот. Кстати, мне надо опять эти камеры еще соединить. Так, давайте соединим их. И где-то, по-моему, я еще одну камеру ставил. Вот здесь вот. Так, 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 так. Один побег за сегодня? Да ладно. Ребята, у нас, по-моему, первый раз кто-то сбежал. Окей. Давайте мне еще в прошлой части советовали. То, что мне надо поставить тюремные ворота. Чтобы мои заключенные не сбегали. Давайте прямо сейчас сделаем это. Здесь поставим тюремные ворота. И вот здесь вот. И все остальное мы огородим заборчиком обычным. Он у меня вот здесь вот находится. Вот так вот. Надеюсь, теперь никто не сможет выбраться. Хотя. Ладно, я реально это надеюсь. Так, все, тюремные ворота у меня уже есть. Замечательно. И что у меня там с электричеством? Оно проводится или как? Вот вверху уже у нас появилось электричество. Замечательно. Давайте для начала все-таки огородим эту зону заборчиком. Чтобы никто отсюда не сбежал. Вот так вот. Дофига у нас заборчика уходит. Но он, ребят, стоит всего лишь 3 бакса за штуку. Так, все. Заборчик у нас уже строится. Давайте быстро перейдем в клонирование. И быстренько выстроим еще один блок тюрьмы. Так вот у меня там собака. Она ходит уже под копы. Прикиньте, ребят. Кто-то здесь умудряется делать подкоп. И сейчас мы, в принципе, во-первых, накажем этого наглеца, который сделал подкоп. И, во-вторых, мы должны его как-то закопать. Сейчас мы, в общем, разберемся с этим. Для начала сейчас мы быстренько-быстренько закончим склонированием. Выделяем еще 3 камеры. Все, отлично. Еще одни камеры у меня уже есть. Здесь у меня собака оставляет такие флажки. Это означает, тут где-то есть подкоп. Вот мы видим этого парня, который сделал подкоп. Я его, по-моему, уже в прошлый раз наказал. Давайте просто этот подкоп закопаем. Где-то здесь можно было это сделать. Так, в материалах может быть? Да, засыпать туннель. Засыпем туннель. И, надеюсь, больше такого происходить не будет. Слушайте, у меня, по-моему, уже довольно огромная тюрьма. И давайте наймем еще, наверное, еще стадовника. И еще 2 уборщика, чтобы они побыстрее свою работу выполняли. Так, столовая. Что у меня? Побольше, наверное, поставим столов и стульев. Надеюсь, этого количества мне хватит. Итак, ребят, давайте, наверное, теперь закончим с строительством нового блока. Сейчас опять перейду в клонирование. И быстренько дострою вот эту вот часть. Замечательно, у меня уже вроде бы все готово. И смотрите, ребят, у меня есть здесь один грант. Этот грант называется Тюремный блок С. И за его выполнение мне дадут целых 30 тысяч баксов. И этот грант очень простой. Мне для выполнения всего лишь надо, чтобы у меня в отиночках сидело 100 человек. Это очень мало, потому что у меня уже есть 107 свободных мест. И давайте увеличим, наверное, число заключенных, которые ко мне доставят завтра. Ну давайте, человек, пусть будет 26. Ладно. У меня еще где-то новый подкоп нашли. Да ладно. Оп. Плана. Это очень странно. Почему они там подкопы находят? Во дворе где-то вообще. Капец. Ладно, смотрите, все. Новые камеры у меня уже строятся. Они уже почти готовы. Но у меня все еще есть почему-то проблемы с электричеством. Так, теперь мне осталось только подключить кухню к электричеству. Вот так вот. И мне надо провести воду к мойке. Все, я это, в принципе, уже все сделал. Пока что все идет хорошо. И опять какую-то фигню у них находят. Еще один побег за сегодня. Господи. Что эти мрази творят? Так, давайте, ребят, наверное, всех нафиг обыщем. Потому что мне это не нравится. Постоянно смотрите, ребят. Офигеть, сколько контраманды они находят. Да ладно, ребят. Если они, в принципе, всю контраманду, наверное, изымут. То, возможно, эти ребята не будут поднимать бунт. Так, у меня уже почти 90... У меня почти 100 заключенных. Да ладно, офигеть. Капец, как время летит. Давайте наймем еще побольше охранников. Много-много охранников нам надо. 40 охранников. Так, 50 охранников. Короче, я хочу, чтобы у меня бунтов вообще нафиг не было. Целых 50 охранников. Офигеть. Смотрите, у меня уже новый блок заселен. И здесь еще какие-то недовольства. Все еще рабочие не хотят проводить мне электричество к моим плитам, к сожалению. Давайте, ребят, побыстрее это делайте. А то как заключенные будут без еды-то? Они нафиг сожрут меня. Господи, ребята, как я это раньше не увидел. У меня вот здесь вот просто могут люди сбежать. Офигеть. Я это просто раньше не увидел. Надо теперь вот этот заборчик здесь снести. И все, в принципе. Так, это все не надо мне сносить нафиг. Капец, как я раньше не просмотрел. Просто любой заключенный мог выбежать отсюда. Все, ребят, теперь вы здесь ходить, в принципе, не будете. Здесь закрыто нафиг. Так, давайте построим новый патруль. Так, перейдем в размещение. И построим новый патруль. То есть патруль у меня будет здесь. Патруль здесь. Здесь у меня будет ходить кинолог. И патруль еще в последнем новом корпусе. Блин, я хочу еще нанять, наверное, одного кинолога, чтобы он мне просто везде ходил и чтобы он искал подкопы. Вот так вот, в принципе, все это делаем. Итак, я хочу, чтобы еще вооруженный патруль у меня ходил около дворика моего и еще около столовой. Отлично. Так, еще одна смерть здесь сегодня. Капец. Знаете, что, наверное, надо все-таки открыть... Надо все-таки сделать дверь в наш дворик. Большую тюремную дверь. И выделить то, что это все-таки у нас будет двор. Так, это у нас, по-моему, в комнатах. Так, двор, двор, двор. Выделяем двор. Сразу же тут мы, наверное, разместим таксофоны. Побольше таксофонов поставим прям в ряд их. И еще разместим здесь тренажер, тоже побольше тренажеров, чтобы мои заключенные так качались. И дверь здесь будет всегда открыта. Замечательно. Так, у меня какие-то баги произошли в клонировании. У меня почему-то где-то не склонировалась стена. Вот как здесь, например. Очень странно. Все, наконец-то у меня работает кухня. И теперь, я думаю, 100% все заключенные мне будут кушать. Давайте прямо сейчас проверим. 20% заключенных пока только поело. Так, давайте наймем еще парочку поваров. Все-таки у меня целых 100. Ну, практически 100 заключенных. И они все должны как-то кушать. 10-11 поваров мы наняли. И у меня уже не хватает денег. Но он уже поел 80% заключенных. И это очень хорошо. То есть, если все заключенные будут накормлены, то они вряд ли будут бунтовать. Ну и на этом мы давайте, наверное, закончим. Мы и так сделали сегодня очень много. Мы построили целых 4 новых здания. И мне, кстати, ребят, будет очень приятно, если вы поставите лайк этому видео. И напишите какой-нибудь положительный комментарий. Я все комментарии читаю, ребят, и на некоторые даже отвечаю. Ну и на этом у меня, в принципе, все, ребят. Заждите новых серий. И до новых встреч.